На южных склонах Гималаев, отделённой высоким снежным хребтом от западного Тибета, находится эта несуществующая на современных картах территория. Её населяют Рангпо и Шока, народности, которые относятся к большой этнической группе Бхоти. Я путешествовала по региону, где проживает Шока в течение пяти лет. Побывала практически во всех долинах и во многих деревнях, как одна, так и со своими друзьями. Мы старались чаще ночевать в домах у местных жителей и с удовольствием столовались у них. Люди в регионе проживают исключительно доброжелательно и на контакт идут легко. Мы обратили внимание на их фенотипическую неоднородность. У одних Шока преобладали монголоидные черты лица, а у других европеоидные. Этот факт тем более интересен потому, что Шока предпочитают создавать семьи внутри своего этноса. Их деревни в основном моноэтнические. Точных данных о происхождении Бхотия нет. Само слово Бхот намекает на тибетские корни. Бхот – старинное название Тибета. Однако название Бхотия народу, населяющему граничащие с Тибетом районы, дали британцы. И хотя сэр Джон Стрейчи определяет термин Бхот как этнографический, а не географический, сами Бхотия, рангпо и Шока, не признают своего тибетского происхождения. Они неоднократно заявляли, что являются не этническими тибетцами, а потомками раджпутов, которые эмигрировали в Тибет в далеком прошлом, а затем повторно пересекли Гималайи и поселились на их южных склонах. Поэтому их называют квазитибетцами. Аткинсон поддерживал теорию эмиграции и эреэмиграции, поскольку существование колоний раджпутов в ранней истории Тибета является доказанным фактом. Не исключено, что Бхотия – это потомки скифов, пришедшие в регион в далекой древности с Центральной Азии через Тайберский привал. В любом случае, Бхотия – этнолингвистически связанная с Тибетом. Вся жизнь этих бесстрашных трейдеров и скотоводов, обитающих на стыке трех государств, была исторически завязана на торговле между Тибетом, Индией и Непалом. Когда мы говорим о границах между гималайскими государствами, то ведем речь о новейшей истории. Однако сегодня Тибета, как единого государства, уже нет. А до появления буддизма еще не было. Территорию же нынешнего западного Тибета занимало могущественное королевство Шаншунг. Не было как самостоятельно государства ни Непала, ни Британской Индии. А упоминания о людях Шока, населяющих высокогорные территории, были. До нас дошло множество старинных легенд, передаваемых из поколения в поколение. Многие легенды записаны и красиво изданы. Заинтересовавшимся, я с удовольствием порекомендую книгу, изданную Кумаон Мандалвика Снигом «Трон богов». Спасибо им за их грандиозный труд. В поисках информации о регионе я посетила этнографический музей Монсьярия. Там я купила еще несколько книг, в одной из которых и нашла легенду о Шак-Яламе. Кумаоне бытует миф, что раньше Мала Джахар населяло племя людей ЗМИ. В те дни проходы в Фунзу-Тибет еще не были открыты, и никаких взаимоотношений между людьми, населяющими Мала Джахар, и тибетцами не было. Чтобы прокормить себя, люди-змеи выращивали на своих скудных полях кое-какие сельскохозяйственные культуры. Но однажды в истоках Гури Ганги родилась страшная птица-демон по имени Чонг-Пьяра. Ее крылья были такими огромными, что при полете атласа до Мапанга они касались обоих стен узкого ущелья. Птица-демон там застревала и возвращалась обратно. Вот почему она так и не добралась до Мусьяри. СМЕХ 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 КОНЕЦ КОНЕЦ Однажды, попробовав человечины, она не смогла остановиться до тех пор, пока не сожрала почти всех людей в Верхнем Джахаре. Выше долины Джахар, в районе Лаптала, в уединенной пещере жил и практиковал, обладающий великими ситхами Шак-Ялама. По утрам он вылетал из своей пещеры, чтобы в известном только ему одному тайном месте в молитвах и ритуалах провести весь день. Вместе с Ламой жили и прислуживали ему несколько верных учеников. Как только обладающий сверхъестественными способностями Лама узнал о злодеяниях птицы-демона, то отправил двух своих лучших учеников на юг, в сторону Джахара, поручив убить Чунг-Пья и вновь заселить эти земли людьми. Ученики выслушали Ламу и отправились в путь. Достигнув территории, на которой проживали люди-змеи, проводник превратился в Самдау, кролика, и исчез. Теперь это место называется Самдаун, деревня перед перевалом Бриджганга. КОНЕЦ Достигна. Одолев птицу, воин поджег землю вокруг и загадал. Если огонь будет гореть до моего возвращения, значит этот регион плодороден. Ежели потухнет, то бесплоден. И поспешил обратно. Ученик с победы вернулся к своему учителю. Шак Еламей рассказал обо всем произошедшем. И о том, что убил птицу демона. И о том, что в Джохаре не осталось живых людей. И о том, что земля там пригодна для выращивания овощей. Но там нет залежей соли. Лама ответил, что на самом деле соль там есть, но далеко. И пообещал сделать так, чтобы соль появилась у самого Лаптала. Но его ученики должны будут вернуться в Джохар и основать там новые поселения. После этого Шак Еламей навечно удалился в свою пещеру. Воля Шак Еламы для его учеников была священна. Они достигли самдау, чтобы проверить, горит ли подожженная воином земля. Земля еще дымилась. Тогда они созвали со всех сторон людей, объявив, что нашли пригодную для жилья долину. Пришедшие на их зов люди расселились по долине, построили новые деревни, завели скот, занялись земледелием и совершали поклонение Шак Еламе. С тех самых пор жители всего региона называют Шаука или Шока. На юго-западе Тибетского Нагорья, напротив западных непальских Гималаев, лежит высочайший пик Тибета Гурламандата. За озерами Мана-Саравары Ракшастал находится священный Кайлас. Безусловной царицей у Таракханда является Нанда-Деви, которую, как богиню, почитают во всем регионе. Другой значимой вершиной региона является Нилканд, в тени которого находится Вишнуицкий храм Бадренал. И, наконец, самая высокая вершина на южной стороне ледника Ганготря – Кидарнанд со знаменитым шваэцким храмом на его подножье. Таким образом, земля-бход является своего рода палестиной индийского субконтинента. Какая же религиозная атмосфера царит в регионе? В Рудропраяке главенствует шваизм с религиозным центром в Кидарнатхе. В округе Чимоли, который населяют Рангпо, в долине Мана доминирует вишнуизм с центром притяжения в Бадренадхе. Восточнее, в долине Нити, преобладает шактизм с необычным религиозным центром, святилищем самой высокой горы Утаракханда – Нандадеви. Один раз в 12 лет в честь горы богини в Утаракханде проводится грандиозное празднество. Нандадеви – Раджат Ятра. Джат означает паломничество. Паломники должны преодолеть около 280 километров пешком и обойти все действующие храмы Нандадеви, включая самые высокогорные, финишировав у западного лица Нандадеви в Роб-Кунде. В районе Петаргарха и Дорчулы, который населяет Шока, наблюдается совсем иная религиозная атмосфера. Коренные жители центральных и восточных областей региона Шока спокойно относятся к любой из храмических религий. В долине Джахар, заселенной исключительно Джахар и Шока, Кульдеви все еще заметен, сказывается близость округа Чамоли. Здесь есть несколько храмов Нандадеви. Наиболее важных два. Один находится в Нижнем Джахаре, в Мунсиаре. Если в Мунсиаре можно приехать на машине, то до второго значимого храма Нандадеви, расположенного в деревне Мартоли, минимум три дня не самого легкого пути пешком. Из этого храма в хорошую погоду можно лицезреть Нандадеви. В долине Джахар нет традиции Нандадеви Раджат, но поклонение все же совершается. Многие жители Утракханда в рамках праздника Нандадеви проводят свое шествие по долине Джахар, которое называется Каул Камбху. Его главные ритуалы выполняют у восточного лица Нандадеви рядом с храмом Мартули. Однако поклонение Нандадеви не вступает в противоречие с древними верованиями. В этом шактистском культе прослеживается отчетливое влияние анимизма. Почитается не просто богиня, а гора богиня. Ведь именно Нандадеви поклоняется в центральном регионе земли вход. На древние культы богов природы наложился привнесенный позднее индуизм. Подобный религиозный синкретизм и гибкий подход к верованиям характерен для всех шока. Чем восточнее мы перемещаемся по земле вход, тем значение индуизма становится слабее, а родовых богов значительнее. В долинах, заселенных храм Шока, влияние индуизма менее заметно, чем в деревнях Джохари Шока. В долине Дарама, в серединной деревне Села, есть довольно большой по гималайским меркам храм Деви. Это единственный шактистский храм во всей долине. Праздничные шествия в честь Нанда Деви в долине Дарма не проводятся, зато широко отмечают праздники, посвященные богам региона. Жители Болинга наперебой рассказывали мне о холме, расположенном позади деревни Дантун, на котором находятся храмы их родовых богов. Я отправилась туда. На высоком длинном гребне, с великолепным круговым обзором на долину Дарма и сверкающий массив горы Панчачули расположено множество скромных святилищ. Самый большой храм посвящен Бахадеву. Остальная россыпь маленьких храмов принадлежит местным богам. Субтитры создавал DimaTorzok Как и в долине Джохар, в долине Дармы перед каждым домом есть свое культовое место или камень, а также камни-обереги на крышах, которые символизируют божества. «Локал Тейтис», пояснили мне местные жители. Точно такие же продолговатые белые камни внимательный путешественник заметит и в алтарях скромных высокогорных храмов. В отличие от Джохари, верхний деревняк Дарма не шока, как и во всех деревнях сообщества ранг шока, перед домами установлены флагштоки, сделанные из тонких высоких сухих деревьев, ветки которых оставлены только на самой верхушке. Ничего подобного в деревнях Джохари шока вы не встретите. Такие столбы с развивающимися на них молитвами ветра можно увидеть на старых фотографиях региона. Я нашла эти фотографии в книге «In the Forbidden Land», написанной британским путешественником и авантюристом Генри Лендером, который первым из европейцев побывал в этих краях. Вернувшись со своего умопомрачительного путешествия, Генри подробно описал не только свои приключения, но и людей шока, их дома и их быт. Он же отрисовал первую подробную карту этого региона. Нескончаемые караваны паломников, идущие через деревни Бьянси-Шока к священному Кайласу, через перевалы Липулех и Тинкарла, не изменили религиозного баланса долины. Прекрасной иллюстрацией этого баланса может быть фотографией, сделанной мной в непальской деревне Ченгру, где маленький храм Шивы окружен флагштоками для буддистских молитвенных флаг. Точно так же шока оформляют сейчас и оформляли ранее территории вокруг своих родовых храмов. В Ченгру я прожила три дня на постоялом дворе, принадлежащем самому богатому человеку региона. Хозяин представился мне местной ламой. На мой вопрос о его вере назвал себя преданным Шивы. Лама рассказал мне, что жители Ченгру обращаются к нему по самым разным вопросам, и по-медицинским, и по-бытовым, и полечил меня. Бондские, буддийские, индуистские традиции перемешались, образовав причудливую смесь культов, обрядов и обычаев, где шаман поклоняется Шиве, буддист делает приношение покровителя региона Махариши Веда в Ясе, а индуист идет к ламе лечиться, и все вместе они почитают духов предков. На храмах, перевалах и на горных тропах вы обязательно увидите завязанные ленточки. Деревня Тинкар, самая высокогорная деревня Бьянси-Шока, на высоких столбах, установленных перед домами, развивается с флаги с летающими молитвами, отголоски существовавшего тут когда-то буддизма и прочных связей с Тибетом. Подобный религиозный синкретизм и гибкий подход к верованиям характерен для всех Шоков. Проживая в труднодоступных гималайских долинах, Шоков, хотя и подвергались влиянию буддизма и индуизма, но никогда не теряли связи с родовыми верованиями. В каждой деревне и в каждой долине был свой могущественный лама, свои мифы, свои боги, свои демоны и свои герои, побеждающие этих демонов, чтобы легче переносить перипетии климата, опасности жизни на высоте и трудности трансгималайского высокогорного бизнеса, для Шока из верхних деревень гораздо важнее покровительство местных божеств, чем размышления на тему единства Атмана и Брахмана. Прагматичный подход Шока к религиозной расовой идентичности способствовал процветанию их трансгималайского бизнеса. Поселившись на стыке двух очень разных агроэкологических зон засушливого тибетского плато на севере и субтропических средних холмов малых гималаев на юге, они стали играть центральную роль в облегчении трансгималайской торговли, причем для обеих сторон. И хотя определенную роль в их становлении королями трансгималайской торговли сыграла выносливость и привычка к жизни в условиях высокогорья, не это явилось определяющим фактором. Обладающие теми же самыми физическими качествами индуисты пахарь и химачан не смогли составить им конкуренцию. Тибетцы отказывали пахаре вправе присутствовать на своих рынках. Индуисты не садились за стол с тибетцами, они даже отказывались пить с ними их традиционный чай. А тибетцы не торговались теми, кто не разделял с ними пищу. Шока же не имели подобных предрассудков, не придерживались строгих кастовых ограничений, не являлись ранее и не являются сейчас вегетарианцами. С индийскими торговыми партнерами они вели себя как индуисты, с тибетцами как буддисты. В Нижних долинах с преимущества индуистским населением они совершали обряды поклонения индийским богам, а в Тибете оказывали знаки уважения буддистским святыням. Недаром их называют торговцами с лицом двуликого Януса. Культурная гибкость шока – ключ к пониманию их успехов в трансгималайской торговле. Между 1770 и 1830 годами британская Ост-Индская компания предприняла несколько безуспешных попыток получить доступ к тибетскому плато. Изучив товарообмен в регионе, британцы стали рассматривать земли в ход как ворота в Тибет. Чтобы завоевать лояльность местных жителей, англичане предоставили им исключительный правовой статус, обеспечив налоговые льготы и невмешательство в традиционные торговые соглашения. Дело в том, что шока традиционно платили налоги на землю тибетским властям, и эту практику они решительно сохранили при формальном переходе под протекторат Британской Индии. Шока не хотели, чтобы налоговый конфликт тибетской и британских администраций повлиял на их торговые отношения с Тибетом. И британцы им разумно уступили. Кумон был признан так называемой нерегулируемой провинцией и управлялся не по закону, а скорее по усмотрению. Такие свободные отношения с администрацией сформировали своеобразный вольный дух шока. Жители Дорчулы говорили мне, что ранг шока держит в своих руках весь регион. Местные жители характеризуют шока как людей умных, прагматичных и даже жестоких. Однако подчеркивают, что ранг шока надежные деловые партнеры и данное имя слово закон. Тибет был захвачен Китаем, и трансгималайская торговля стала постепенно угасать. Когда после индийско-китайского военного конфликта 1962 года границы между гималайскими государствами оказались запечатанными, то бизнесу Джохари шока пришел конец. В связи с закрытием перевала Унтатхура, находящегося на их землях, трансгималайская торговля в долине Джохар остановилась. Ее деревни постепенно пустеют, а дома разрушаются. Шока всегда отличала способность получать максимальную выгоду из своего положения. Они перестали настаивать на своем рашпутском происхождении и добились того, что в 1967 году их признали Шэдьюл Трайм, зарегистрированным племенем. Это признание дало им массу преференций, в частности, право на родовые земли, квоты на рабочие места, стипендия в университетах и много чего еще чрезвычайно полезного. Сообщество рангшока пострадало от гималайских войн не так существенно. Сначала индийские и непальские рангшока совместно пользовались перевалом Тинкарла, расположенным на землях непальских бьянси. Непальские же бьянси гоняли свои караваны то по индийскому, то по непальскому берегу Махакали. В 1992 году на землях рангшока произошло знаменательное событие. Китай и Индия договорились об открытии для паломников и торговых караванов индийского перевала Липулех. Жители приграничных индийских и непальских территорий Петаргарх и Дарчулы пересекают тибетскую границу безо всяких виз. По согласованию с китайским правительством они могут свободно посещать приграничные тибетские рынки. Шнейдерман утверждал, что высокогорные пограничные зоны Южной Азии это пространство нескольких государств, выходящие за пределы индивидуального суверенитета любого отдельного государства. Прежние государства исчезали, появлялись новые, но в техническом отношении гималайских грузоперевозок практически ничего не изменилось. Те же самые караваны, красиво украшенные, идеально вписывающиеся в окружающие пейзажи, те же самые работяги-лошади и мумбы, те же самые деревянные седла и попонки, что и 200 лет назад. Те же самые мешки, которые шьются из той же ткани. Большие отары овец и коз тоже задействованы в торговом бизнесе. Там, где не пройдет лошадь или мум, без труда пробежит легконогая коза. Для овец и коз шьют попонки с широкими карманами по бокам. В эти карманы можно разместить до 5 килограмм поклажи. Таким образом, каждое животное может перевезти до 10 килограмм груза. А целая отара перевезет больше, чем караван мумы. Смотри, бонгон они. Сумочки. На берегах Махакали я наблюдала, как перед началом сложного подъема грузы, доставленные караваном мумы, перепаковывали и раскладывали по козьим мешочкам. А караван мумы налегке побежал обратно в дурчуру. Такое использование овец и коз в гималайских грузоперевозках шока практикует с незапамятных времен. Лучший новый враг хорошего старого. На горных склонах и в горных впадинах с живописными каменными россыпями открываются старинные поселения шока. Шока основывали свои деревни исключительно в тех долинах, где были перевалы, ведущие в Тибет. Условно, все их деревни можно разделить на нижние, срединные и верхние. Жители срединных и нижних деревень занимаются сельским хозяйством. Пышные общинные поля, роскошные фруктовые сады и частные огороды Раплы нас восхитили. А лучок-то какой? Лучок? Или это чесночок? Это чесночок, по-моему. Даже в верхних деревнях на каменистых бедных почвах шока умудряются выращивать кое-какие лучи. Убилистый горошек. В деревнях до сих пор встречаются старинные молотенки, которые называются гатта. Перед уходом в нижние деревни остатки урожая убирают подземные схороны, входы в которых тщательно закрывают и маскируют крышку камнями и землей. В долине Дарма, в верхней деревне Болинг, хозяйка и ее сын позвали меня поглядеть на зимние овощехранилища. И вот уже женщина орудует в низком погребе, выбирая хорошую продукцию и отбрасывает в сторону некондицию. Надо сказать, что и овощи были изрядно подпорчены грызунами. Чем выше по долине, тем аутентичнее деревни. Новых домов строится мало. Подвозить строительные материалы при отсутствии дорог ой, как нелегко. Так что дома преимущественно старые. Некоторым более ста лет. Английский путешественник, журналист, художник и антрополог Генри Сэвид Шлендер, первым из иностранцев, побывавший в этом регионе и описавший его, кроме путевых заметок, оставил множество бесценных фотографий и рисунков. Рассматривая его миниатюры горбянга, датированной 1897 годом, и сравнивая их со своими фотографиями того же горбянга, сделанной мною с противоположного берега Махакали в 2018 году, я не вижу, чтобы за 120 лет с жилищами Шока произошли кардинальные изменения. Итак, дома. Они каменные, двухэтажные. Иногда попадаются трехэтажные. Крыша черепичная. А черепица это сделана из слюдяных пластинок. Старую слюдяную черепицу не восстанавливают. А жаль, металлическая крыша выглядит чужеродной заплаткой, особенно, когда она ржавеет. Да и шумно спать в таком доме во время дождя. Слюдяная же черепица отлично гасит инородные шумы. Прежде чем зайти в дом, давайте полюбуемся неожиданно изысканной резьбой по дереву, диссонирующей с прочим аскетичным убранством жилища. От холодов и непогоды свои помещения Шока защищают деревянными ставнями, так как окна в их домах не остеклены. Пышная искусственная резьба по дереву украшает оконные наличники и дверные косяки Бьянси Шока. До Маджахари Шока декорированы сдержаннее. Чем изысканнее резьба, тем состоятельнее был хозяин дома. Я читала, что богатые Шока приглашали резчиков по дереву аж из алмуры. Кроме абстрактного орнамента в узорах встречаются растительные мотивы. Там, где произрастают хвойны, в деревянном декоре можно увидеть красиво исполненные шишки. Весьма популярна змейная тематика, и не мудрено много старинных легенд Шока связано со змеями. Долина Джахар, по преданию, Долина Джахар, по преданию, когда-то населяла племя людей-змей. А название, расположенное в долине Дарма деревни Наглинг, напрямую указывает на связь деревни со змеями. Самой красивой деревней Шока в себе признается высокогорная непальская деревня Тинкар. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, пошли в дом? Первый этаж, как правило, не жилой, а хозяйственный. Жилые помещения находятся на втором этаже. Кухни располагаются в доме, отчего во время приготовления пищи жилые помещения наполняются дымом. Но позволить себе такую роскошь, как отдельно стоящую кухню, в верхних деревнях мало кто может. Драгоценное тепло Чига обогревает все жилое помещение. Интерьер в богатых домах Шока напоминает тибетский. Минимум мебели. Деревянные шкафы в стеллажистенных проемах. Сундуки для хранения вещей. Вся жизнь в доме проходит на полу. Ни стульев, ни диванов нет. Да и кровати встречаются крайне редко. Полы засланы коврами, которые ткут деревенские мастерицы. Во время странствия по земле вход нам посчастливилось наблюдать за процессом ковроткачества, причем сразу в двух деревнях – в Думлене и в Рапле. Своими видеозарисовками я хочу проиллюстрировать выдержку из книги Генри Лендера «In the Forbidden Land». Сопровождая своих мужчин в торговых или паломнических поездках в Тибет, женщины Шока знакомились с женщинами родственных тибетских племен, преимущественно кхампа. У них-то они и научились искусству ковроткачества. Так типичный тибетский орнамент пришел из Тибета в Северную Индию и Непал. Ткацкие станки Шока подобны тибетским и довольно просто устроены. В ткацком станке Шока нет никаких педалей, и вся работа делается вручную. Для плетения тканей и ковров Шока используют шерстьяка, коз или овец, причем не перекручивают нить, что сохраняет ее сальность и делают ткань водонепроницаемой. В ковроткачестве используют красные, синие, зеленые и желтые цвета. Синие и красные используются гораздо чаще и приблизительно в одинаковые пропорции, когда зеленые и желтые красители используют очень бережливо. Женщина Шока отлично владеет этим древним искусством. День за днем они сидят и терпеливо ткут запутанные красивые узоры. Эти узоры абстрактные, они не содержат плавных линий и окружностей, и полностью составлены с прямых линий углов комбинаций маленьких ромбов и квадратов. Узоры в своих многоцветных изделиях они ткут по памяти. Кроме ковров, на своих ткацких станках женщины Шока делают ткани, чаще естественного цвета, но иногда открашивают их в красный, синий, зеленый или желтые цвета. Эти ткани получаются чрезвычайно прочными. Узкая цветная ткань лучшего качества используется главным образом для теплой мужской одежды и сумок, в которых носят деньги и еду. Более грубые ткани идут на изготовление козьих шумочек и мешков для перевозки грузов на мулах. Трансгималайская торговля сформировала сообщество Шока, в укладе жизни которого все подчинено успешности их исторического бизнеса. Шока не только гоняли свои караваны, сопровождали чужие, но и брали пошлину за транзит грузов через свои территории. Некоторые Шока делают свой маленький бизнес, обслуживая идущих вверх или вниз по долине Путника. Намаскар! 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 По всему караванному маршруту разбросаны скромные постоялые дворы – дуканы. Дуканы могут быть разной степени комфортности, хотя слово «комфорт» здесь не совсем уместно. Иногда это чисто условные шалашики, затянутые синим пластиком. В дуканах караванщики и паломники едят, отдыхают, делают кое-какие покупки. Мест их расположение неизменно, как неизменно семья, которая принадлежит заведению, и как та приветливость, с которой хозяева служат своим гостям. Недостаток комфорта компенсируется обильной вкусной едой и исключительным дружелюбием. В этих же дуканах вместе с караванщиками столовались и ночевали мы. Там же останавливаются местные жители во время сезонной миграции. Дело в том, что шока называют движущимися людьми. Их образ жизни можно определить как полукочевую. На холодное время года шока из верхних деревень спускаются вниз, а с приходом весны в конце апреля-начале мая возвращаются обратно. Такая сезонная миграция называется «каньча». Неполуразрушенные дороги, неснежные мосты над бурными горными реками не пугают людей, которые, подобно перелетным птицам, поднимаются на крыло и спешат в дома своих предков. Незнающие сомнений люди с приходом весны устремляются по горным тропам вверх. Оставляя комфортную зону тропического горного земледелия, они идут туда, где летом может внезапно повалить снег, а температура в одночасье опустится до минусовой. Идут старые и молодые, нагруженные многочисленным скарбом и легкие. Звук крови и любовь к горным просторам оказываются сильнее бытового дискомфорта и трудностей миграции. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok